Продолжение следует... Они предусмотрены для приезжих туристов, только надо обговаривать сразу на машине вы или без, чтобы просчитать место вам. Вот у нас есть отдельный домик, у них тут своя кухня и еще внутри есть кухня. Я вам его обязательно потом покажу, потому что сейчас там живут прям до 10 августа, там все забронировано, поэтому я попозже все это вам сниму. Вот я хочу вам показать всю эту территорию. Самое шикарное место здесь. Я вам сейчас покажу номера, я думаю, что вы вообще в шоке сами будете. Здесь вот эти все подсветочки будут гореть вечером. И вот такая вот у нас идет территория. Такая территория, все чистенько, все ухожено. Летняя кухня и беседка. Она прилегает как к дому, который под ключ, и к номерам. То есть вы можете пользоваться и беседкой, если вы проживаете в номерах. И также, если вы в доме проживаете, тоже можете пользоваться этой кухней. Здесь мангал. То есть здесь полностью также все для обрекодавления пищи, вся посуда, умывальник. Ну, то есть раковина, плита, все современное. Даже посмотрите, какое здесь сделано крючок. Вообще тут все очень тонко подобрано со вкусом. Столики. Там еще будут столики. Вот эта Сицилия просто падает. Каждые 15 минут не успевают ее даже подмести. Поэтому я говорю, лучше не подметать, пусть все будет естественно, как есть. Но сезон этого не будет, она цветет и все. И вот у нас вход есть в дом. Там у них будет отдельный вход. Вход будет в гостиницу именно с той стороны, с которой я зашла. Вот примерно такая территория будет. Сейчас хочу вам показать номера. Даша. Также есть с подсветочкой. Такие шикарные, просто подобой. Мне очень нравится. Красиво все сделано очень достойно. Вот у нас первый номер. Этот номер у нас называется Африка. Как вы видите, здесь просто идеальная чистота. Номера сделаны просто потрясающе. Они такие молодцы. Я просто не устаю этого говорить. Все настолько тонко просчитано, продумано. Каждый номер имеет свое название. Все очень красиво. Даже постельное белье, я вижу, не дешевое. Этот светильник очень мне нравится. Я домой себе такое хочу. Даже вот такие вот статуэтки, и то привезенные за границей специально для этого номера. Это у нас санузел. В санузле есть фен, умывальник и зона принятия душа. В принципе, есть вообще все. Вешалочки, подсветочка. Вот опять статуэтки и сплит-система. Супер. Пойдемте в другой номер. Вот у нас номер. Называется Англия. Здесь также сделано все тематически. Цветовая гамма полностью соблюдается. Опять же скажу, что все сделано со вкусом. Ну, я не знаю, как объяснить, как вам это донести, что здесь даже все другие материалы используются. И очень тонко они подбирают. Вот вообще полностью интерьер. Очень здорово получается у них. Вот они прям видят, они молодцы, как классно делают. Холодильник есть, чайник, две тумбочки, комодик, столик, стульчики, телевизор. Здесь есть Wi-Fi, естественно, и спутниковое телевидение. Вот у нас самое интересное. Это санузел. Зона принятия душа, раковина. Вид у нас пойдет на частный сектор. И вот такой вот тоже интерьер. Даже туалетная бумага, смотрите, как стоит. Я не знаю, как вам сказать, что это прям очень круто. Полотенчики, фен. Вот в этом черном пакетике фен. Все очень здорово. Здесь есть лоджия в этом номере. Стульчики, столик. И выходит на частный сектор, ни на какую не проездную улицу. Здесь еще все затянется. Все будет зеленое, красивое. Никакого шума. Полный релакс. И сушилка для белья. Вообще шикарное просто место. Пойдемте в следующий номер. Также везде подсветочка под ступенечки, чтобы вы, если в темное время, шли и видели. Гладильная доска есть, утюг есть. И здесь у нас четыре номера. Она просто фотобой красивая. Это у нас номер Франции. Каждый номер разный. Здесь нет ни одного похожего номера. Каждый номер все подбиралось очень тонко. То есть интерьер. Прямо все под Францию. Здесь есть диванчик. Он раскладывается. Еще дополнительное место. Столик, холодильник, чайник. С кружечками, телевизор, сплит-система в каждом номере. Очень красивые шторки. Мне даже бахилы дали, чтобы, не дай бог, я пол не замарала. Даже, вы представляете, по гостинице, по коридорам ходят они босиком. Насколько здесь все чисто. Полотенчики, одеялка, если нужно. Пледик еще дополнительный. Санузел. Санузел сделан в таком бирюзовом стиле. Так же все красиво. Все красиво. Ну, мне кажется, вы уже сами видите, да, какой это статус этого гостевого дома. Он значительно выше, чем другие. Сейчас пойдем в другой номер показывать. Номер у нас называется северный. Комплектация, в принципе, это гаржи. Дизайн, конечно же, другой. Северный, потому что он выходит на север. И окна у нас... Ой, и свет солнца сюда практически не попадает вообще. То есть, здесь будет такой номер. Мало света и прохладно. Холодильник, коммуник, столик, телевизор, зеркало, светильники. Опять же, большая кровать с хорошим качественным постельным бельем. Санузел, полотенчики, даже мыло предусматривается. Ну, я думаю, что все понятно, все красиво. Очень красиво. И здесь у нас есть большая терраса. Да, также столик. И окна выходят у нас на акваторию. Домоля здесь буквально 3 минуты пешком. Я вам сейчас покажу. Пойдемте в следующий номер. Этот номер у нас называется свадебный. Здесь просторный, двухспальная кровать. В общем, на 4 человека. Да, имеется двухспальная кровать и диван, который раскладывается. Но он считается двушечка. Остальные 2 человека уже идут до местом. Но все, в общем, обсуждается. Вот такой вот у нас вот красивый интерьер, дизайн. Я опять же скажу, что здесь используется все. Очень качественная мебель. Все подобрано со вкусом. Мне очень нравится. Здесь я, наверное, в этом ролике сто раз об этом сказала, что здесь очень круто. Потому что здесь реально очень здорово. Это даже какая мебель. Да, ну шикарно. Вообще постельная. Даже плед я вижу, что подобран прям в цвет. Но он свадебный для там свадебных путешествий, наверное. Так, и у нас имеется двухспальная кровать, две тумбочки, два светильника, шкаф, комод. Здесь имеется Wi-Fi. Очень важно. Обеденный стол. Это у нас считается студия. То есть здесь можно приготовить, покушать и кушать. Соответственно, все это можно делать прям в номере. Стол, кстати, по-моему, даже раздвигается, делается больше. Четыре стульчика, телевизор. Красивый цветок Минстера. Диван раскладывается. Столик. И вот такая у нас как бы зона приготовления пищи здесь есть. И духовка, плита, все шкафчики. Все полностью посуда, чайник, раковина. То есть вообще здесь есть все необходимое. Если вы приехали даже с маленьким ребенком, да, то вам в принципе не нужно больше никуда ходить. Дополнительно там на летней кухне, общей кухне даже, вот так сказать. Потому что вы можете все приготовить здесь прям в номере. Имеется также у нас балкон. У нас, наверное, такая более лоджия со столиками. И вот выход идет во двор. И вот у нас акватория. То есть это совершенно, ну, тоже, как сказать-то, в общем, это близко к морю. И здорово. И сушилка есть в этой одежде. Сейчас я хочу показать вам санузел еще. Потому что санузел я не показывала. Да. Санузел. Санузел тоже в таких бежево-белых оттенках. Душевая кабина. Фен. Фен в каждом номере. Супер. Раковина, мусорочка. Ну, в общем, все классно. Все достойно, все на высшем уровне. Я считаю, что это для людей выше среднего класса. Очень здорово. Теперь идем к следующему. Мам, не прошу. Этот номер у нас называется Прованс. По комплектации здесь диван, который раскладывается. То есть это два места. Столик, стульчик и шкаф для вещей. Вот он. Да, в принципе, просторный. Все вещи влезут. Ремонт тоже такой. Прям, опять же, все. Цветоковую гамму. Все. Прям тематика одна. Ну, Прованс. Я думаю, что вы видите, что здесь прям все соответствует этому стилю. Телевизор. Также Wi-Fi. Сплит-система имеется. Кровать двухспальная. Тремор, холодильник в номере. Очень здорово, что он есть в номере. Также у нас присутствует вот такая вот терраса. То есть мы можем выйти, сидеть и кушать, пить на свежем воздухе. Очень здорово. Так, и санузел. Так, и санузел. Санузел тоже в таких черно-белых, коричневых оттенках. Зона принятия души, умывальник, полотенчики, фен. Да, все очень чистенько и цивильно. Мне нравится. Она прилегает ко всем номерам этого гостевого дома. То есть при желании здесь можно приготовить себе еду. Здесь есть варочная панель, духовка, микроволновка, чайник. Полностью вся посуда. Все очень чисто, все очень красиво. Я думаю, что вы будете соблюдать такую же чистоту, как сейчас соблюдают люди, которые тут живут. Столики, холодильник. Ну, то есть все очень хорошо и красиво. Сейчас мы зашли в номер. Называется он двухкомнатный лекс. Здесь две отдельные комнаты. Одна спальня, вторая гостиная. Вообще, три места плюс дополнительное место за отдельную плату. Светильнички, также двухспальная кровать. Красивое постельное белье, тумбочки, сплит-система. Телевизор, комод. И, что мне очень нравится, здесь огромный просто балкон со столиками и стульчиками. Со столиком и стульчиками, да, вот такой большой. Сейчас я вам хочу показать вторую комнату. Со второй комнаты тоже есть выход на лоджию. Холодильник есть, стаканчики. Кресло. В этом номере две сплит-системы. Диван раскладывается. В принципе, я думаю, что видно, что здесь все очень достойно, все красиво и выше на порядок классом, чем гостевые дома, которые подешевле. Здесь от моря буквально там 3-4 минуты пешком. Я считаю, что это очень близко и за такую стоимость это очень-очень даже достойно. Вот еще один выход на лоджию. Я уже показывать не буду его. Хочу показать еще санузел. Санузел такой же набор, только здесь место душевой кабины и основное принятие душа ванна. Кому-то принципиально ванна, поэтому в этом номере решили сделать ванну. Я еще раз скажу, что они все разные. Здесь присутствует Wi-Fi, спутниковое телевидение. Все цены я оставляю в описании. И если вы хотите забронировать этот номер, я советую вам скорее написать и уточнить, свободны ли места на ваши даты. Потому что это очень достойное место. И думаю, что вам здесь очень понравится отдыхать. И потом вы будете приезжать сюда каждый год. Студия с кухней. Вообще она рассчитана на двоих человек. Ну, диванчик тоже же складывается. Можно дополнительным местом и три человека сюда вместиться. Ну, четыре, если у вас там детишки маленькие, к примеру, да. Ну, это все обсуждается. Здесь большая лоджия, огромная двухспальная кровать. Все в змейной коже. Даже вот смотрите, как уникально все подобрано. Даже крючки какие сделаны. Я не перестаю удивляться от каждого номера. Я просто получаю такое удивление и наслаждение, что я тут нахожусь. Это действительно очень здорово и очень достойно все сделано. Здесь кухня. У нас есть микроволновка. Есть варочная панель, конечно, но не борщи, конечно, готовить, а так минимально там что-нибудь сварить. Это все есть. Необходимая вся посуда есть. Чайник, все столовые приборы, также все имеется. Холодильник и санузел. Санузел у нас тоже просторный. Тоже в такой же цветовой гамме. Также предусматривается фен, мыло, зона принятия душа. Мне нравится, что вот эта перегородочка низкая. Если вдруг люди в возрасте и тяжело забираться в ванну, то здесь у вас вообще никаких проблем не будет. И лоджия. Лоджия у нас рассчитана на две комнаты. Англия и вот эта студия фиолетовая. Да, окна выходят полностью на частный сектор, на зеленую зону. Все красиво, очень здорово, уютно. Вообще, сейчас пойдем снимать следующий номер, он еще лучше. Сейчас мы зашли в двухкомнатный номер. Это спальнее место. Вообще, этот номер рассчитан до трех человек. Сплит-система, микроволновка своя индивидуальная. Здесь в этом номере есть чайник, холодильник, есть столик. То есть, варить здесь ничего нельзя, а подогреть здесь вполне возможно. Помыть посуду. Здесь есть посуда, кстати, очень даже удобно. Тем более, если с маленькими детишками. Ну, в общем, лучше с маленькими детишками ездить на другие этажи, я считаю. Потому что здесь, ну, такой, мне кажется, такой молодежный номер. Это у нас двуспальная кровать, светильнички. Опять, очень так все со вкусом сделано. Цветовая гамма соблюдена. Телевизоры хорошие, качественные. Эти окошечки закрываются у нас первые от солнца. И при желании можно сделать темную липку и закрыть полностью вот так вот. То есть, вам солнце здесь попадать вообще не будет. Вот такой классный номер. Вообще классный. Мне очень нравится. По цене я все укажу в описании. Вот мы вышли из гостевого дома. Вот уже улица Красногвардейская. И мы идем сейчас по Крымской вниз. Здесь я даже не буду включать Таймс Лаб, по которой я все время снимаю дорогу к морю. Потому что здесь хочу, чтобы вы видели действительно, сколько занимает дорога на самом деле. Вот я уже пересекаю улицу. И мы уже находимся сразу у акватории. Да что такое-то? В этой части набережной полностью вся инфраструктура. Здесь, наверное, отдых такой более элитный. Здесь подороже. Ну вот, потому что акватория рядом. И даже кафе, рестораны рассчитаны на людей, которые чуть-чуть повыше класса. Среднего класса, наверное. Ну, цены точнее повыше. Ну, а также есть магазины, есть столовые, все сувенирные лапки. И, в принципе, здесь тоже такая зона. Мне нравится эта часть набережной тем, что здесь нет вот таких вот слишком громких кафе, баров, да. Где гуляет, развлекается молодежь. И очень громко, и допоздна играет музыка. Здесь такой, наверное, более спокойный отдых. Здесь приходишь на набережную, посидишь в кафе, там покуришь кальян, к примеру. Посмотришь на море, на горы, и идешь в номер спать. Я думаю, это для людей, которые приезжают сюда не за тусовками, а реально просто для отдыха. А вот мы уже подходим к набережной. Сколько я уже иду? Полторы минуты? Две минуты я уже иду. Вот осталась мне еще минута. Но это надо лентяем быть, просто чтобы сказать, что это далеко от моря, конечно. Здесь у нас, по-моему, санаторий какой-то. Я точно не могу вам сказать. Ну, где-то святой морей. Ну, я еще там не была, пока не нашла до него. Но я думаю, что я дойду. Магнит-косметик здесь присутствует. Вот, если какие-то материалы вам нужны по уходу за собой, то здесь все можно купить. Вот у нас аллея. Здесь можно погулять с детьми. Есть детские площадки. Вот начались у нас кафе. С левой стороны будут кафе, а с правой стороны будут кафе. Но они такие более, наверное, спокойные и чуть подороже. Сейчас я вам покажу пляж. Вот я уже подошла к набережной. Сейчас покажу море. И покажу пляж, на котором вы будете отдыхать. Не забыла дома стабилизатор. Поэтому простите, что сейчас все трясется. И вот мы уже подошли к улице Революционная. Все, ну, на пляже. Сколько прошло? Три минуты. У нас здесь вот такой пляж. Макси, да, ветер. Не знаю, слышите, вы меняете, нет. Я буду стараться его закрывать. Вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber. И указать свои даты и количество человек. Я вам скажу по цене. И скажу, какие номера. Чтобы в этом гостевом доме свободны. Всем спасибо за внимание, ребята. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте. Нажимайте на кнопочку колокольчика, которая находится рядом с кнопкой подписаться. В шапке профиля YouTube. для того, чтобы быть в курсе всех новых видео, всех новых объектов для сдачи жилья на летнее время. Чтобы успеть забронировать первым, если вам это место понравится. Пока, ребята. Ставь лайк. И все, прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова